Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Прямиком из Белоруссии в краевой столице показали, как выглядят новые вагоны, которые пополнят трамвайный парк города. Не рожал, но воспитывал. В Барнауле рассказали, в каких случаях мужчины могут получить материнский капитал. В школах Алтайского края планируют вернуть серебряную медаль. Что она может дать выпускнику, кроме гордости? Сегодня барнаульцы несколько часов добирались до рабочих мест. Сломанный на Павловском тракте КАМАЗ парализовал движение общественного и легкового транспорта. Популярный сервис оценивал затор на дорогах в 6-7 баллов. Пробки на дорогах образовались сразу в нескольких частях города. На Павловском тракте около Малаховского кольца, улице Советской армии, а также на улице Власихинская. Кроме того, сложная ситуация на дороге была на Южном и Змейногорском трактах, а также на проспекте Калинина. Переходим к другой теме. Необычный товар распаковывали под десятками фото и видеокамер. В Барнауле сняли пленку с белорусского трамвая модели 802Е. Это первый из 10 вагонов нового поколения, который пополнен трамвайный парк Крэевой столицы. Полиэтилен потихоньку надо снимать. А что его потихоньку? А чтобы пыль не эта самая. Новый вагон низкопольный. У него 4 двери, а не 3, как привыкли барнаульцы. Это значит, что входить и выходить пассажирам будет легче и быстрее, а пропускная способность трамвая должна вырасти. В трамвае 34 сидячих места. Стоя он вместит 150 человек. Вагон, произведенный в Белоруссии, доставили в Барнаул по контракту краевого Минтранса общей суммы более 700 миллионов рублей. По документу, к нам должны были приехать 10 новых вагонов до 1 апреля. Но сейчас конец мая, и это лишь первая поставка. План изменился, когда белорусскому поставщику стало сложнее проводить платежи и поставлять комплектующие из-за мировой экономической ситуации. Но, по заверению специалистов, ведомство держит ситуацию на контроле. Сейчас современный вагон в третьем депо. Когда он встанет на рельсы, пока неизвестно. В Барнауле открыли филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В эти дни подобные центры появляются во всех регионах страны. Учреждения создают, чтобы участники СВО или их родные могли получить все необходимые консультации и помощь в одном месте. Анастасия Дороган с подробностями. Наталья потеряла мужа год назад. Кадровый офицер не вернулся в феврале 22-го. Ей одной из двумя детьми пришлось привыкать жить заново и решать проблемы на ходу. И тогда мы одни из первых были. Это было очень тяжело. Мы не знали, куда пойти. В трагичный и сложный момент семьи не должны оставаться одни. Помощь нужна и когда все живы. И бойцам, и их родным. Для этого в регионах России открывают филиалы фонда поддержки участников СВО. Алтайский центр появился одним из первых. Потому что частенько для того, чтобы какой-то конкретный вопрос решить, надо соединить деятельность разных ведомств. Иногда разного даже уровня. Где-то и федеральных, и местных, и вместе. Все это отработать. На краевом уровне есть такая координационная межведомственная комиссия. Она работает в муниципалитетах. Такая работа организована. Но я убежден, что деятельность фонда, она будет, конечно, наиболее максимально, наверное, будет эффективна. Будут заботиться о всех людях, о всех ребятах, которые придут с операции. И у них будет стоять уже дойти до каждой семьи, узнать проблему каждой семьи. И максимально, совместно, быстро, оперативно решить все вопросы. Это миссия социальных координаторов, особых кураторов семей бойцов СВО. В филиале свои социальные работники. На Алтае действует больше 30 мер поддержки. А в режиме одного окна можно поговорить насчет реабилитации, переобучения, трудоустройства или положенных льгот. В основном это компенсации на коммунальные услуги у нас оформляют, ежемесячные денежные выплаты. У них такая определенная степень незнания. Рассиренность. Бюрократическое поле, куча документов. Надо собрать, подготовить, чтобы получить медицинскую помощь, социальную поддержку. Для всех желающих открыта комната группового общения, где выговариваются, выплескивают эмоции в творчестве, находят соратников. Уходят в себя и потом начинают творить всякие глупости. А когда вместе есть общий интерес, он начинает думать дальше про жизнь, как мы сложим жизнь. Психологическая поддержка – особая функция. Справляться с реальностью помогает в нескольких кабинетах. Помощь требуется часто. Боевые действия накладывают отпечаток. Находился на передней зоне. То есть там команда пришла и все, поехали. У вас был шок? Первое время, конечно. Но опять же недолго. То есть ты понимал, что если ты этого не сделаешь, то сделают враги. Но чувство страха постоянно присутствовало? Да. Постоянно? Постоянно. Кем я был до, прежде всего, учителем истории, тренером в прошлом году. Просто, в принципе, сыном своих родителей. В прошлом году специалисты различных ведомств нашли решение более двум тысячам обращений участников спецоперации и их родных. Им оказали поддержку на сумму полтора миллиарда рублей. С открытием филиала, где все специалисты собраны в одном месте, оказание всесторонней помощи будет еще более быстрым и эффективным. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Все больше жителей края желают получать ежемесячную выплату из средств материнского семейного капитала. В 2023 году заявление на такую форму поддержки подали 1300 алтайских семей. Главное условие для получения выплат – дети должны быть младше трех лет, а семья считается малообеспеченной. Программу материнского капитала приняли в России в 2007 году. За 17 лет действия ее трижды продлевали и 39 раз меняли, увеличивая размеры и расширяя круг получателей. Одно из последних изменений – новые детские выплаты из средств материнского капитала. С этого года право получать их ежемесячно могут все семьи, где воспитывают детей до трех лет. И теперь неважно, какой это по счету ребенок в семье. Правда, имеет значение совокупный доход. Выплаты полагаются только нуждающимся семьям. Еще одно важное изменение – материнский капитал теперь могут получать и отцы. Но только в тех случаях, где мать умерла и не имела российского гражданства, и те, у кого дети родились посредством суррогатного материнства. Что касается направлений, на которые расходуют материнский капитал, то по-прежнему популярностью пользуются два – улучшение жилищных условий и образование детей. А вот компенсация расходов, связанных с интеграцией в общество детей-инвалидов, практически не востребована. За все время действия программы этим направлением воспользовались только четыре алтайские семьи. Дело в том, что выплата эта из материнского капитала носит компенсационный характер. То есть вначале нужно найти средства семье, а как правило, семьи с детьми-инвалидами, они ограничены в средствах. Выделить эти средства из своего бюджета, заплатить, и только потом тебе компенсируют. Руководство Алтайского отделения социального фонда считает, что стоит на законодательном уровне внести изменения в программу, чтобы родители детей-инвалидов приобретали товары для них не по сложной схеме компенсации, а напрямую из материнского капитала. Приятная новость. Толк вошел в двадцатку региональных телеканалов страны по уровню вовлеченности в Ютубе. Это значит, что вы, наши телезрители, активно реагируете на сюжеты и не стесняетесь их комментировать. Рейтинг составил телеграм-канал New Media. Главным критерием оценки был процент подписчиков, которые каждый день в течение апреля реагировали на новости. В итоге возглавил рейтинг Читинский телеканал РТК Забайкалье. Его уровень вовлеченности 15,7. На втором месте ННТ Махачкалы. На третьем – канал Ленинградской области ЛЕН-ТВ-24. Замыкают пятерку самых комментируемых два сибирских канала – ТВК и восьмой канал из Красноярска. Толк расположился на двадцатой строчке с уровнем вовлеченности 0,8. Благодарим зрителей за неравнодушный просмотр и надеемся на вашу активность в будущем. Мы всегда читаем ваши комментарии. Продолжим. С нового учебного года в школах Алтайского края, как и во всей стране, должны вернуть серебряную медаль. Напомним, уже 10 лет выпускники получают только золотые медали. Почему было решено вернуться к прошлому, а также какие льготы могут ожидать серебряного медалиста, расскажем в нашем сюжете. Вот так выглядела медаль в 1989 году. Юлия Галкина по специальности учитель русского языка. В аттестате у нее была всего лишь одна четверка по математике. Противоположная ситуация у ее коллеги. Она математика, школу окончила с одной четверкой по литературе. Обе серебряные медалистки. И обеим до сих пор обидно, что не дотянули до золота. Хотя в свое время разницы между медалями не было. Они давали одинаковые льготы. Мне достаточно было из четырех экзаменов высшего учебного заведения, которые я выбирала, сдать первый на «Отлично», и я освобождалась от трех других. Поэтому в моем случае все сложилось. Действительно, экзамен я первый сдала на оценку «Отлично» и поступила в Барнаульский государственный педагогический институт. Отбор на медаль был серьезный. Сначала школа определяла медалиста, потом уже краевая медальная комиссия должна была одобрить кандидатуру. В моем случае, да, тоже получила серебряная медаль. Наш учитель, которая вела, она сказала, что я ухожу из школы, и мне просто заниматься в дальнейшем продвижением работы в городе и крае нет возможности. Потому что у меня, я уже трудоустроена, у меня другое место работы. Поэтому у меня в аттестате одна четверка. Еще совсем недавно за серебряную медаль в некоторых вузах прибавляли баллы. Плюс медалист имел преимущество при одинаковых результатах ЕГЭ. Также студент получал повышенную стипендию. Но с 2014 года школы больше не выдают серебряные медали. Сегодня есть один знак отличия за особые успехи в учении. Но по сути, те же золотые медали. На нее могут претендовать только абсолютные отличники. Очень много было негативного среди родительской общественности, когда действительно дети, заканчивающие школу с одной четверкой, или даже в аттестате у них одни пятерки, но только в определенном полугодии была одна четверка, ребенок уже терял право иметь эту медаль. Вернуть серебро с нового учебного года предложил министр образования России Сергей Кравцов. Так, школьник будет иметь право на две четверки в каждом полугодии и не более двух четверок среди годовых оценок в 10 и 11 классах. Кроме того, выпускнику нужно подтвердить свои знания на ЕГЭ. Количество баллов должно быть выше минимального порога. Юлия Галкина, как директор школы, такой возврат к прошлому одобряет. Ведь иногда ученика от золотой медали отделяет всего лишь один шаг – внезапная болезнь, смена школы или учителя. Неважно, золотая это медаль или серебряная, важно, что имя твое, как ученика, все-таки было вписано красивыми буквами в историю, в частности, моей школы. Ирина Корчагина, Егор Волков, День с толком. Студентам Алтайского края станет проще продвигать свои стартапы и поддерживать идеи по развитию страны. Помочь в этом призван новый ресурсный центр «Точка кипения», который открылся сегодня в городе. Такие центры существуют во многих городах страны, теперь к ним присоединился и Барнаул. Как выглядит новое каворкинг-пространство и чем примечательна его экосистема, расскажет Данил Кузнецов. Три, два, один, старт! «Точка кипения» появилась в классическом университете. Это удобное пространство, где студенты, причем не только классического вуза, могут обсудить прогрессивные идеи развития региона, пообщаться с бизнесом и властью, узнать современные запросы региона. «Промышленность сегодня становится настоящим заказчиком на разработке, учится транслировать свой запрос к этим молодежным командам и к научным командам. Сейчас тот момент, когда это проще всего подхватить. И мы очень надеемся, что «Точка кипения» станет именно таким местом, где эти стартапы будут находить свои ресурсы». Поможет в этом общая экосистема, состоящая из 160 точек кипения по всей России. В каждом филиале можно присоединиться к общей сети «Лидер АйДи», где каждый желающий может предложить свой проект или мероприятие. Притом идеи могут касаться как региона, так и страны в целом. И развитие агробиотехнологии – это сегодня важнейшее направление развития исследований и продвижений. Это, конечно, и информационные, и цифровые технологии, и возможности использования беспилотников, в первую очередь, для нужд народного хозяйства и экономики. Уже сегодня в рамках «Точки кипения» обсуждали развитие аграрной промышленности и искусственный интеллект. А всего до конца года здесь пройдет порядка 170 разного рода мероприятий. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Пожарные краевой столицы вынесли троих людей из сильно задымленного здания. Еще 50 человек вышли самостоятельно. Спасатели провели сегодня учение в 23-этажном жилом доме. По легенде, возгорание произошло в одной из квартир на 10 этаже. Сначала пожарные провели разведку, обнаружили пострадавших и вывели их на улицу. В ходе учений поступили дополнительные вводные. Одно звено газодымозащитной службы завалило конструкциями здания и спасатели оказались отрезаны от выхода. У другого звена закончился кислород в баллонах. Всех удалось вывести на воздух. Условный огонь оперативно ликвидировали. Руководство отметило, задачи выполнены в полном объеме. Всего в учениях было задействовано 17 единиц техники. Также были задействованы все службы жизнеобеспечения, 86 человек личного состава. Добавим, такие тренировки сегодня прошли также в Белокурихе, Змейногорске, Рубцовске и в нескольких районах края. Ну а мы движемся дальше. Ежедневно их употребляет треть россиян. Пробовал каждый второй, а ежегодно от последствий их употребления умирает более полумиллиона человек. Сигареты. Сегодня всемирный день борьбы с курением. В нашем сюжете расскажем, как пациентам наркодиспансера помогают избавиться от никотиновой привычки. И возможно ли забыть о сигаретах навсегда. Больше 10 лет верной спутницей Алины была сигарета. Когда-то студенческое баловство переросло в серьезную привычку. С каждой пачкой улетучивался не только бюджет девушки, но и здоровье. Сейчас она пытается разорвать токсичные отношения с никотином. Но уже при помощи специалистов краевого наркологического диспансера. Не курить ей удается уже больше двух месяцев. Я поняла, что портится голос. Сама занимаюсь вокалом и мне это мешает. Во-вторых, это как для любой женщины, да в принципе для мужчины это репродуктивная функция. Статистика курильщиков в крае аналогично другим регионам. 70% мужчины, а женщины, догоняя, берут планку в 40-45%. Сейчас в краевом наркодиспансере лечение от тяги к никотину проходит три человека. Куда тревожнее, когда родители приводят сюда детей с зависимостями от новомодных средств парения. От таких устройств детский организм вреда получает больше, чем лошадь от капли никотина, рассказывают врачи. Если же человек присоединяет айкосы, вейпы, там спираль, под большим давлением идет вот это средство, которое содержит никотин. И естественно сразу начинаются нарингиты, бронхиты и сейчас модно так сказать хоббл, да, хронические заболевания бронхолегочной системы. О вреде курения мы также помним по реалистичным фото на пачках сигарет. Эти последствия лечат другие специалисты. А врачи наркодиспансера помогают бороться с первопричинами зависимости. Современных методов, к счастью, для этого немало. Медикаментозные, психологические, например, когнитивная терапия или аутотренинги. Пациент, когда к нам приходит, мы проводим диагностику, психологическую диагностику. Мы смотрим степень выраженности зависимости и, прежде всего, его эмоциональное состояние на данный момент. И данное оборудование нам помогает также решить вопросы, решить проблемы с депрессиями, помогает выровнять настроение, опять же, совместно с врачом. Замещать сигареты и поднимать уровень серотонина, рассказывают врачи. Помогают также спорт, бег, плавание, вкусная еда. Но с последним лучше тоже не борщить. А еще объятия, любимый партнер, книги, питомцы и классическая музыка. Прямо сейчас одна из пациенток слушает Шопена. Такое упражнение называется сенсориум. Звуки ноктюрна благоприятно влияют на мозговую активность, рассказывает врач. Данное оборудование как раз помогает решить проблемы со стрессом, с эмоциональной неустойчивостью, с депрессиями. Если вы осознали, что курение действительно мешает вам жить, а самостоятельно справиться не получается, то бесплатную помощь можно получить в краевом наркологическом диспансере, где выдадут направление к психиатру-наркологу, он оценит стаж вашего курения, эмоциональное состояние и назначит программу реабилитации. Мария Мацай, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаульский стилист Екатерина Волкова стала победителем всероссийского конкурса «Персона года» в номинации «Лучший стилист-имиджмейкер». О том, как любовь к моде переросла в профессию, расскажем в сюжете. Екатерина Волкова с детства интересовалась модой и смотрела тематические передачи. Много наблюдала за Александром Роговым, российским дизайнером и ведущим популярных телепроектов. Накопила деньги и прошла его курсы по Сталингу. Когда я обучилась у него, это было в онлайне, я как раз-таки ближе к 18 годам заявила везде, что я стилист. То есть я просто начала себя так называть и узнала, что есть конкретные услуги, которые стилист предоставляет. И в своем блоге я начала, да, в запрещенной соцсети Инстаграм, я начала рассказывать о том, что я стилист. И рассказывать там, как сочетать, что носить. Екатерина рассказывает, прошли те времена, когда персональные стилисты работали только со звездами шоу-бизнеса. Профессионал может подобрать гардероб на любой кошелек. Своя самооценка у меня, конечно, поднялась. Я сменила имидж, я сменила маленько гардероб. То есть какие-то вещи у меня были, но я добавила для этого еще какие-то вещи. То есть мне получилось больше образов, куда можно выйти и как выйти. И теперь у меня нет такой мысли, что, ой, мне надо что-то срочно пойди купить. То есть мне нечего одеть. Екатерина признается, что давно мечтала попасть на красную ковровую дорожку. И вот это осуществилось. Суть премии «Персона» – собрать специалистов со всей России. Анкетирование, тесты, конкурсные заявки, предоставление портфолио, отзывы от клиентов и оценки членов жюри. Поддержать Екатерину на премию поехал ее ученик Сергей Исаев. Для меня это очень важно, поддерживать своего кумира, наставника. Я очень рад, что я вообще с ней познакомился. Для меня Катя – это супер-мегаперспективный человек. Она просто покоряет всех своей харизмой. И я думаю, что мне хочется быть таким же, как она. Формирование собственного стиля – непростой процесс. Нужна хорошая насмотренность. Екатерина советует понаблюдать за кумирами. Посмотрите журналы или фильмы о моде. Начните повторять, а там уже сами поймете, как составляются образы. Тогда вы сами сможете стать лучшим стилистом. Хотя бы для себя. Тарья Денисова, Дмитрий Денисов. День с толком. Белокурые представительницы прекрасного пола часто сталкиваются с предубеждениями людей. Их сравнивают по уровню интеллекта с брюнетками. И сравнение чаще не в их пользу. Во Всемирный день блондинок, который в мире отмечает сегодня, наша съемочная группа пыталась развеять стереотипы. Как получилось ли? Судить вам. Какая самая маленькая страна в мире? Ой, я даже не знаю. Хорошо. Чему равна четверть часа? А, Ватикан, наверное, страна. Отлично. Четверть часа? 25 минут. Чему равна четверть часа? 15 минут. Какая самая маленькая страна в мире? Люксембург. Ну, почти. Ватикан. А первая женщина-космонавт? Первая женщина-космонавт? Терешкова. И кто убил Пушкина? Я знаю, мне с головы вылетело. Кто убил Пушкина? Я забыла? Да, 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 да. Читаете ли вы книги? Если да, какую можете посоветовать нашему зрителю? Не читаю, но я бы посоветовала посчитать что-то про финансы, финансовую грамотность. Кто убил Пушкина? Тантес. И первая женщина-космонавт? Терешкова. Отлично, вы справились. Вы читаете книги? Конечно. Можете что-нибудь посоветовать нашему зрителю? Классику читать надо. Русскую классику. Толстого, Тургенева, Достоевского. Аномальную жару до плюс 35 градусов прогнозируют в Алтайском крае. Пекло ударит по региону уже завтра, в первый день лета. И продержится целую неделю, вплоть до 7 числа. Как сообщают в региональном гидрометцентре, температура воздуха прогреется до плюс 30 градусов, местами до 35 и выше. При этом, согласно прогнозу, на ближайшие дни в регионе будет преимущественно без осадков. Метеорологи в связи с этим объявили сразу два штормовых предупреждения из-за изнурительной жары и чрезвычайной пожароопасности. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Подробнее о погоде послушаем далее. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...